Шахматисты Донеччины готовятся к чемпионату мира в Ханты-Мансийске. Чемпионат стартует в сентябре, а в эти дни в Краматорске проходит подготовка к серьезным соревнованиям. Шахматная школа Краматорска давно славится громкими именами. Тренеры клуба поделились секретами воспитания чемпионов и своими тревогами. О чем мечтают девочки в 10 лет? О новой кукле, платьице, туфельках? Маша Казаченко, чемпионка Украины по шахматам, мечтает покорить Европу. Я мечтаю выполнить кандидата мастера спорта и стать чемпионкой Европы. За каждым успехом стоит ежедневный труд. Тренироваться приходится по несколько часов в день. Примерно в три часа я прихожу в шахматный клуб, занимаюсь там. Потом прихожу домой и делаю уроки. Как воспитать чемпиона знает тренер шахматной школы. Треть века она учит детей тонкостям игры. И уверена, что это совместная работа родителей, детей и тренера. Три составляющих. Сам ребенок, родители, ну и тренер, естественно. Втроем можно что-то сделать, вот как вот с Машей, с сестричкой. Большое желание родителей. Ну, мое действительно желание, наверное, еще немножко мое чистолюбие. Тоже хочется не просто так ходить на работу. Ну, и ребенок. Как-то не знаю, если удается его заинтересовать, всегда получается. Краматорская школа воспитала немало гроссмейстеров. Руслан Пономарев, Катя Лагно, Сергей Корякин, Захар Ефименко, Анна Ушенина. Список далеко не полный. Грядущий чемпионат мира откроет новые имена. Один из этапов подготовки – турнир памяти Вениамина Амитана, который проходит в эти дни в Краматорске. Этот турнир можно, скажем так, рассматривать не только как шахматное состязание, но и как, может быть, и подготовку. Вот предстоит в сентябре месяце в России, в Ханты-Мансийске, далеко, да, в сторону Сибири, международный финансовый шахмат чемпионат мира установила проводить там. И вот у нас три человека будут участвовать в этом соревновании с Краматорска. В общем-то, сейчас и готовимся к этому соревнованию усиленно. Вот самое такое ближайшее – это Елена Мартынкова, это Камила Грищенко и это Максим Фомин. Елена – дочь Александра. Для него это и гордость, и огромная ответственность. Идет дополнительная нагрузка не только шахматная, организационная, методическая, но и, бесспорно, психологическое, да, там, переживание, в общем-то, удваивается, утраивается, в общем-то. И где-то, конечно же, тут нужно держать баланс, чтобы, скажем так, личные какие-то интересы не мешали, в общем-то, профессиональной работе. Еще один повар для тревоги. Чемпионат мира состоится в России. Так решила Фиде. Есть девиз, объединяющий шахматистов всей планеты – «Мы одна семья». Сохранит ли он свою силу в России, покажет время. Продолжение следует...